Вот он маховик получился. Кстати, эта версия чуть-чуть более легче, чем стоит у меня. Я показывал на фото ранее, вот с такими вот окнами. После того, как было всё приварено, зачищено болгаркой, всё дело с этой стороны сварка. Конечно, по-нормальному сделать бы этот маховик из стали. Но и то, что есть, он вполне достойно приварено. Самое главное на таких маховиках приваривать венцы. Да и не только на таких, даже с простой проточкой. Потому что маховик висит на коренчатом валу вот этой вот частью, он опирается на него. А корзина прикручивается и опирается на маховик. То есть, он тут на коренвалу держится в центре, а корзина на самом краю. И когда выжимается сцепление, надавливается то давление и идёт через корзину по краям и потом уже на центр. То есть, получается, маховик всё время вот так вот играет. А когда наоборот сцепление отпускаешь, то есть, корзина прижимает диск, оно его немножко тянет в другую сторону. Поэтому, если не приварить венец, такой маховик развалится, то есть, он слетит, треснет. А так, ну, ничего с ним не будет. Такой же у меня месяцев 7 работает на разных моторах. Раскручивался и до 7000, но больше я этот мотор свой не крутил. И нормально он ездит. Вот, по весу, вот он у нас, кантор, вешаем его. Ну, по весу оно получается, ну, в принципе, то же самое, 3200, как и до этого. Ну, то есть, вот он. Чертёж на это дело вы можете найти у меня на странице ВКонтакте, либо на DriveThru. Я его продублирую. Ссылка под этим видео должна быть. И, кстати, да, совсем забыл сказать. Балансировка. Балансируется маховик. Где он у меня тут? Была у меня отметка. А, вот она. Статически. То есть, вот корзину я уже метку сделал. Вот она, маркером. То есть, она вставляется, прикручивается. И потом на маховик вот сюда вот подшипник и штырь опора. То есть, он просто вешается и балансируется статически под собственным весом. Конечно, по-нормальному нужно балансировать на стенде в динамике вместе с коленвалом. Но даже статической балансировки. Вот у меня, например, статически он отбалансирован. Даже статической балансировки хватает полностью, чтобы не было никакой ни вибрации, ничего. То есть, она отлично работает.